Сахамедия Году предпринимательства готовит жителям республики интересный подарок книгу «Золотые истории якутского бизнеса». Здесь будут собраны успешные истории наших предпринимателей. Когда речь заходит о мотивационных книгах о бизнесе, память уже выдает Роберт Киасаки, Дональд Трамп, Бода Шефер. Стоп, а где же наши бизнесмены? То, что у них нет книг, еще не означает, что их нет. Частное предпринимательство начало свой путь в республике с 90-х годов. Пора узнать о результатах деятельности тех людей, с которыми мы шагаем по одной земле и дышим одним воздухом. Федорова знаем, конечно, по его виктории. А так, конечно, таких вот крупных бизнесменов мало знаем. Как-то они не на слуху у нас. О них мало знают. Ну, Федорова, конечно, те, кто занимается бизнесом, и плюс еще занимается депутатством или меценатством, про них, конечно, мы знаем. А остальные как бы остаются у нас в тени, поэтому мы про них мало знаем. Ну, вот я наблюдаю за скифом. Это вот, ну, мне кажется, что это наиболее такое удачное, перерабатываешь. Ну, торговлю особенно как-то не принято выделять, хотя и торговля-то сейчас уже, то время, когда любая торговля, когда мы выходили из дефицита, была, ну, как бы, необходима или успешна, и она уже прошла, и там тоже пришла очень жесткая конкуренция. Ой, я совсем никого не знаю. А хотели бы узнать историю успеха? Ну, сделаете, узнаю. Знаю, нынче же год предпринимательства, поэтому лучше, наверное, с улусов я хотела бы увидеть, ярких, успешных. На самом деле вот так вот их не очень много, таких крупных предприятий, достаточно успешных, и в то же время частных, да, да, тот же Apple Diamond. Почему нет? Ну, про него очень много, и без меня говорится, да. Еще? Черт, вот так с порога-то на вскидку не скажешь. Якутский цементный завод, очень интересное предприятие, да. Наши домостроители, очень интересные предприятия, на самом деле очень успешные. А тайной за семью печатями, несмотря ни на что, остаются все равно ребята, которые занимаются высокими технологиями. Наверное, одни из первых предпринимателей, вот Заматаева Ольга Васильевна, например, с ИВРК. Ну, много здесь синицы, например, кабельные и магистральные проводы. Здесь много ребят толковых, которые начинали этот бизнес. Вот возьмите Левин Леонид, значит, этот, Ирмович, да. Это он первый поднял этот бизнес, значит, газету издавал, где могли черпать все знания, все коммерсанты и любители, и просто информационный большой блок вопросов он давал людям, где можно было и машину узнать, где продать, и всякие механизмы машины, гаражи и все прочее. Узнать, например, об Александре Скрипине, очень интересно было бы узнать, и Яне Угаровин, например. Частные, вот, например, М, овощи, фрукты М, по-моему, да. Было бы очень интересно почитать, посмотреть, как они работают. А Аквавы, там, как там, Сипцев, А, это Вода, да? Вода, там еще они, в прошлом году, я знаю, что они ездили в Тибет, у них была поездка, про это, наверное, не все знают. Можно, в дальнейшем, например, если ИП создать, да, все равно надо узнать, как начинали вот те, которые добились большего успеха, вот, например, Владимир Федоров, Николай Армянцев, вот, Колуми, да, хотелось бы про них побольше узнать, как начинали, как работали, с какими трудностями они сталкивались. В Национальной библиотеке имеется достаточно большой фонд изданий по предпринимательству. Если говорить о изданиях Якутии, то у нас для читателей мы можем предложить такие книги, как книгу Тарасова, которая называется «Предпринимательство как форма занятости». Она была издана в городе Якутске. Или, например, книга Аксенчука, автор «Индивидуальный предприниматель. Теоретические проблемы правового статуса». Я думаю, что, в принципе, было бы неплохо иметь такую книгу для того, чтобы опыт наших предпринимателей которые работают, как мы говорим, в зоне риска. Потому что вся наша республика находится в зоне такого рискованного предпринимательства, я так считаю. Возьми, что арктические улосы, возьмите все наши сельскохозяйственные улосы. Это же очень такая сложная работа. Поэтому, если бы собрать по крупицам вот тот опыт, который имеют наши предприниматели, которые живут и в арктических улосах, которые живут в наших сельских улосах, то я думаю, что это была бы очень хорошая книга для того, чтобы мы могли поделиться своим опытом работы с другими, даже регионами России. КОНЕЦ